кто это орангутанг белый чигр а а а и 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 А это из Москвы. Посмотрим, поменялось ли там что-нибудь. Сравним, ребят, есть ли там какие-то отличия. У нас, правда, очень много повторов там было. Но в любом случае, здесь у нас целая куча игрушек. И мы готовы их открывать. Поехали. Я открываю первый пакетик, смотрим, кто же нам попался. Гепард, леопард. Я вообще, честно говоря, носорога хочу. А я белого тигра. Богдан, открывай, кто там попался? Кто-то из мощных травоядных. Из мощных травоядных? Ну, давай, вытаскивай. А это носорог! Носорог! Самый первый, которого я хотел. Носорог. Вау! Нам попался черный носорог. Ну, как и всегда, ребят, очень прикольный постеры. Есть у нас вот на русском тоже здесь описание. Есть у нас битва, которую мы снимем в следующих роликах. Так что у нас очень прикольная коллекция нас ожидает. Несмотря на то, что он, ребят, черный, есть еще и у нас и белый носорог. Но он отличается, кстати, от белого, знаете, чем? Размерами. Кстати, он есть в коллекции и светится в темноте, белый носорог. Ух ты ж! Ну, посмотрим, надеюсь, он нам тоже попадется. Ну, кстати, носороги очень свирепые противники. Если их разозлит, ребят, бросится хоть на что. Хоть на КамАЗ, хоть на дерево. Хоть даже на самолет атакуют, лишь бы никто не трогал. Да. Всем, кому нравится коллекция Диа гостиниц, ставьте лайк. И кто хочет приобрести всю эту коллекцию, обязательно заходите ниже по ссылке в описании. Я открываю следующий пакетик. Ну, давай, ты его просветил глазом, кто там у нас? Это у нас будет пума. Пума? Пума, желтенькая пума. Очень красивая такая фотография у нас пумы. Кстати, очень тоже опасный хищник, ребят. Может прыгать 4,5 метра в высоту, представляете? А длину? Как грузовик целый. И в длину тоже до 5 метров ее прыжок составляет. Очень опасный, кровожадный хищник, если вы с ним вдруг повстречаетесь. Ага, да. И следующий пакетик у нас, третье животное, это... ПОВТОР! ПОВТОР! Да. Ух ты, неохота сразу повтором начинать коллекцию. Да, ПОВТОР! Пума. Опять пума? Только что пума была. Ну ладно, будет у нас 2 пумы. Это мальчик с девочкой. Следующий пакетик. И у нас попадается... Опять пума? ПОВТОР! О, нет, пятнистый. Это явно, наверное, гепард у нас или леопард. Нам попался африканский леопард. Красивая фотография африканского леопарда, ребят, у нас. Как всегда, опаснейший хищник. Кстати, очень любит нападать из-за засады. Притаится где-нибудь в кустах и ждет свою жертву. И потом резкий прыжок и нет больше хомячка на этом свете. Ну ладно, не хомячков есть, а газели. И следующая кошечка, которая нам попадается с коллекцией львы, это... Бегемот! Тигр, 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 тигр. Крокодил! Тигр, тигр, тигр. Муха! Тигр! Тигр! Ну, я угадал! Тигр! Ну, хотел белого тигра. Нам попался сибирский тигр! Классная фотография тигра. Непонятно только, это оператор убегает от тигра или тигр нападает на оператора, который в этот момент фотографирует. Вот, смотри. Прям на фотографа бежит, а тот стоит и ждет. Да, что же будет дальше? Кстати, тигр, ребят, это самый крупный представитель семейства кошачьих. Так что он одним прыжком может не просто достигнуть жертву, поймать, а еще и лапа ей так... Отлично под затыльник, как дать ей. Я открываю, но попадается белый тигр! А, это барс. Чуть-чуть перепутал. Но почти угадал. Нам попался снежный барс! Или по-другому ирбис. Ну, у нас в Казахстане говорят ирбис. Благодаря своей, ребят, красивой расцветке, он относится к исчезающим видам. Поэтому очень много на него в свое время охотились, убивали его ради вот того, чтобы повесить его шкуру где-нибудь дома или шубу с него сделать. А наш дедушка защищает барсов. Мой дедушка ученый, он барсов изучает и их охраняет. И в отличие от многих других кошачьих, барс, ребят, именно живет в тех высокогорных местах, где очень холодно. Так что его толстый мех спасает от любой непогоды. А мы идем дальше, и нам попадает... Смотрим, кто же, кто же? Повтор! Повтор? Ну давай, доставай пакетик сюда. Давай, давай, давай. Да, ребята, жалко, что повтор леопарда. Но ничего, у нас еще много пакетиков. Думаю, успеем всю коллекцию собрать. Открываем следующий. У нас попадается Пума или нет? Кто-то другой. Надеюсь, и не Пума... Не, 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 смотрим, кто это? Нам попался Сенегальский лев. Вот, ребят, фотография Сенегальского льва. Кстати, из-за своих небольших, наверное, размеров, но может быть еще и за каких-то других причин, он находится под угрозой исчезновения, ребят. Их не так уж много осталось в Африке. Так что их нужно охранять тоже очень хорошо. И следующий пакетик. Кто же у нас? Только не говори, что Пума либо леопард. Или повтор. Давай, Богдан, доставай. Ну ладно. Все равно это вам понравится. Ну давай, кто же нам может там понравиться? Ох, это точно не повтор. Нам попался королевский гепард. Обратите внимание, ребят, вот на его шкуру. Он довольно-таки красивый у него тоже, как у гепардов, у леопардов. Но, как раз-таки из-за своей красоты, из-за того, что у него три вот таких красивых шва, полоски на спине, он, короче, находится под угрозой исчезновения. Всего осталось 50 особей. Представляете, 50 особей во всей Африке осталось. А может даже и меньше уже. Так мало. Это всего лишь как два класса учеников. Да, очень мало. Поэтому очень жалко их. Дальше, в следующий пакет нам попадается повторка тигра. Тигр? Ну-ка, ну-ка. Ну а что, тигр? Ох ты. Жалко, конечно. Ладно, ладно, ничего, идем дальше. Ну, кстати, ребят, помните, мы когда снимали европейскую коллекцию, у нас очень много повторов было. Да, очень. Надеюсь, это будет поменьше. А у нас тут... Кто это? Орангутанг? Это чига. Белый тигр? Ну-ка, ты ставай. Белый тигр? Да! Я не только хотел. Нам попался белый бенгальский тигр. Какая у него белоснежная шерсть, ребят. Смотрите, такой очень-очень красивый. Живет у нас в Южной Азии. Кстати, и вот белых животных называют альбиносы, все, кто с белым цветом кожи. Ну, кстати, им очень сложно выживать в природе, ребят, потому что им сложно маскироваться, да? Да, и белые заметно. И поэтому они в большинстве случаев находятся как раз-таки под угрозой исчезновения, такие животные. И хотя бы полоски спасают тигр. Давай-давай-давай, Богдан, вытаскивай. На повторном нечего смотреть. Нечего смотреть? Ну, даже на повторном интересно смотреть. Нам попалась третья пума. Надеюсь, последняя. Да, у нас в татуе уже семья пум. Открывай, у нас в пакетике у нас повторка пума. Пума опять. Ну, что, пума? Четвертая? Пула четвертая. Что себе. Ну, папа не угадал, но всего новостей нет. А, гепард! Это гепард. Гепард или повтор? У нас же гепарда не было. Да! Нам попалась самая быстрая животная на земле. Это гепард! Вот такая фотография гепарда у нас. А, кстати, ты сказал, что у нас он самое быстрое животное на земле. Какая у него скорость? Я не знаю. 120-130 км в час. Представляешь? Ну, минус какой его в этой, при этой скорости. Он быстро устает. Да, ему то есть нужно быстро... Воу, как ракета стартанул. На близком расстоянии, чтобы он быстро... На короткую дистанцию, да? Надо, иначе... Да. А то он устанет и не будет жертвы. Точнее, я хотела сказать, устанет и останется голодным. Вот так-то. Пакетики у нас потихонечку заканчиваются, ребят. Но еще есть несколько штук. О, нет, королевский гепард наш. Королевский гепард с тремя полосками, да, на спине? Все, следующий дальше пакетик. Богдашка, давай, какого-нибудь интересного. Отчередная повторка гепард. Да, гепарды у нас уже сегодня... Как будто у нас коллекция гепардов здесь, а не львов. Да. Открываем следующий пакетик, и у нас попадается лев. Лев? И как там его называют? Какой-какой? Доставай. Вот этот. Сенегальский, что ли? Да, точно. Вспомнил, Сенегальский. У нас осталось два пакетика. Бедаль, открываем прям последний. Даже не буду спрашивать, будет там повторка или нет. Нет, нет, повторка. Гепард. Тоже на коллекцию гепардов. Очередной гепард. Открываем, я не смотрю. И последний, последний. И пантера! О, ну хоть концовка у нас не повтор, елки-палки, как хорошо. Это у нас черная пантера и леопард меланис. Второе название леопард меланис. Благодаря своей силе, ребят, и своим когтям, своим зубам может охотиться на животных, которые в 5, 6, 7 раз превышают по размерам. Представляете, 600 килограмм быки, и то она может нападать, пантера, на них. И благодаря своему черному цвету. На слонов индийских. Ну, на слонов нет, конечно, если на слонят только. Проще на быка. Ребята, всего у нас из 16 игрушек попалось 11. 11, да. Помните, ребят, когда у нас была коллекция европейская? У нас было 9. Или 7 игрушек, что-то такое. Ну, тоже очень мало нам оригиналов попалось, все повторы были. Да. Все, кому понравилась эта коллекция, обязательно покупайте по ссылке ниже в описании. А также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами Руслан. Всем пока-пока. До скорых встреч. Пока.